В Бендерах в этом году отремонтируют пешеходный мост через железную дорогу. У городского ЗАГСа построят дорогу из плитки, а возле кинотеатра Горького – роллер-дром. Подробности у Владлены Донковцевой. Сейчас дорога возле Бендерского ЗАГСа перекрыта. С середины января улицу Ткаченко мастят тротуарной плиткой. Тут, скажем, прогулочная зона всех горожан, а вот проехать на машине было невозможно. Стояли ограничительные знаки. Эту ситуацию глава города Роман Иваниченко обещал исправить, чтобы улица Ткаченко была доступна и для прохожих, и для транспорта. Кроме нового покрытия появятся ливневки. Их установят через каждые 50 метров, чтобы вода не скапливалась на дороге. Улицу Ткаченко ремонтируют в рамках реконструкции Бендерской набережной. В центре набережной уже появились вот такие скамейки, качели. Еще заменили коммуникацию и освещение. Установили новые фонари. Все это сделали пока только в центре парка. Но большая стройка продолжается. В этом году в Бендерчан появится новая зона отдыха. Уже обживаетесь на новом парке? Как вам? Девочки довольны. Мы находимся недалеко от кинотеатра Горького. Тут есть хорошая детская площадка. Но все-таки смущает вот этот большой пустырь. Но скоро сюда можно будет прийти вместе с самокатом, роликами или скейтом. И прокатиться на новом роллер-дроме. Он появится в этом году. Бендеры – один старейший железнодорожный вокзал в Бендерах. Открыли его в 1871 году. А вот пешеходный мост появился тут позже. Но выглядит намного хуже старого вокзала. Лестница рассыпается. Видно, что тут когда-то висела стоп-лента. Но людей это не останавливает. По мосту за 10 минут хода можно попасть из центра города на Борисовку. Это быстрее, чем на троллейбусе или маршрутке. Пешеходный мост в этом году тоже планируют отремонтировать на деньги фонда капвложений. В 2023 году также планируется ремонт этого дорожного полотна по улице Панино в Бендерах. Почему первые на очереди? Потому что через эту дорогу проходит весь грузопоток на Молдову. Так выглядят последствия проезда больших машин на дороге. Легковушки стараются не плыть по этим асфальтным волнам, берегут ходовую. Кроме ремонта тут планируют ограничить тоннаж грузовиков и вести определенные условия пользования дорогой. Владлина Донковцева, Игорь Мацота, ТСВ.